Ну, как креативная экономика. Как сейчас? Какие есть у нас крупнейшие компании или которые компании набирают интерес? Видите, Павел начинает использовать уже креативную экономику, использует различные маски. У меня сразу в голове приходит TikTok. Компания, которая просто невероятно быстро урвалась на этот рынок, на наш рынок. И, как вы видите, она захватывает его доли, отбирает его Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте и других социальных сетей. Это креативная экономика, понимаете? Через TikTok у него заложен, на самом деле, очень глубинный механизм работы с аудиторией, построение комьюнити. Да, именно выявление талантов. Выявление талантов. Добрый день, уважаемые зрители. И рад приветствовать вас на интеллектуальном YouTube-канале Рема. Здесь вы найдете более 100 видеозадач для вашего развития. В новом кейсе Черкашин Павел Александрович расскажет о том, как быстро достичь успеха в творческой деятельности. В чем прелесть TikTok? Ваня, извини, что я тебя перебил, но ты гениальную идею, на самом деле, подал. Просто, мне кажется, наше поколение еще до конца не понимает силу TikTok. Сила TikTok не в том, что он показывает какой-то глупый контент, а в том, что это первая попытка человечества создать объединенный разум. Этот объединенный разум анализирует интересы всех участников этой системы, там, миллиарды человек. На основе этого определяет, какого рода контент будет интересен каждому из этих людей. И он находит нужных людей, которые производят этот контент и вытаскивают их наверх. Таким образом, впервые в истории человечества пропадает понятие маркетинга. То есть не нужно тратить усилия на то, чтобы продвинуть себя, как там в Фейсбуке, в Инстаграме, в любой другой социальной сети. Нужно тратить усилия только на то, чтобы проявить себя творчески с необычной стороны. И ты можешь, там, вчера у тебя 100 подписчиков, сегодня ты сделал прикольную штуку, и завтра у тебя появилось 10 миллионов подписчиков. Не потому, что ты какие-то усилия предпринял, а потому, что ты предложил правильный контент. Создание нового всегда риск. Даже если снять все барьеры в творческой деятельности, то это еще не гарантирует успех. Нужны постоянные результаты, которые достигаются ежедневным монотонным трудом. А можно просто стать звездой на час. Цитата. Единственное, чем возвысился в царстве Мус наш век по сравнению со своими предшественниками, это кинематограф. Появилась надежда, что искусство не пойдет в неравном соперничестве с техникой. Напротив, их альянс породит новые формы самовыражения и развития духовной сущности человека. Увы, последние десятилетия не внушают оптимизма. И на экране дает о себе знать общая тенденция упадка культуры. Пока еще нет недостатка в звездах, а вот равных Эйзенштейну, Чаплину, Феллине, Бунюэлю, Ренуару, Курасаве и другим ушедшим великим маэстро не видно. Да и откуда им взяться, если самым выгодным занятием становится производство мыльных опер. Как не горько это сознавать, на исходе 20 века большая культура все больше перемещается в библиотеку, музеи, архив, хранилище, досье. Там сейчас жемчужины музыки и литературы, живописи и скульптуры. Все то, что зовется классикой. Нового соразмерного ей искусства современного общества уже не в состоянии производить. Хорошо еще, что она пока ценит. Точнее, да, оценивает старое. Источник порталвикенд.ру. Категория изучения гениев, талантов, творческих личностей. И вот с появлением таких механизмов сейчас все лучшие умы человечества бросились на то, чтобы попытаться похожий принцип и алгоритм переложить с социальной сети развлекательной на более серьезные вещи. Как только это появится, мы по-другому будем смотреть вообще на понятие маркетинга, на понятие творчества, искусства и всего остального. Понимаете? Вот. Поэтому действительно система типа ТикТока, как Ваня правильно говорит, будут инвестировать огромные ресурсы в творческую молодежь. Тот же самый снэпчат, с чьими масками я здесь игрался, например, вот такой вот. Это же тоже, понимаете, это технология, которая позволяет это делать, существует давно, а придумать вот именно способ того, как применить эту технологию, чтобы я мог на звонке превратиться в супермена, в маске, а для этого потребовалась серьезная творческая работа. И это там русские ребята придумали, они на этом заработали сотни миллионов долларов, на самом деле украинские, извините, заработали сотни миллионов долларов просто вот на том, что они придумали вот такую идею, понимаете? В интеллектуальной деятельности стратегия «делай, как я» не работает. На творческий результат оказывают влияние много факторов. У креативного класса возникают трудности даже в том, чтобы повторить собственный успех. Что уж говорить об инновациях на потоке. Цитата. В начале 70-х, когда рок-н-ролл еще полагалось петь по-английски, приоритеты были расставлены четко. Инструмент, аппарат и умение играть один к одному. Играй как Хендрикс и будешь Хендрикс. Никому не приходило в голову, что Хендрикс уже есть и второй никому не нужен. Гитары ревели, чувихи сходили с ума, пипл тащился. А дальше? Куда дальше? Движки среди этих Хендриксов, Пейджей и Элвинов Ли терялись совершенно. И тогда они, пока еще не громко, вслед за Градским и молодой машиной запели по-русски «Своё». А потом прошло еще несколько лет, и открылись кое-какие двери, и вдруг стало ясно, что никому не интересна эта игра Джимми Хендриксов. И пошли Хендрикс и Сантаны лобать по кабакам и петь про комсомольские стройки в жуткие вокально-инструментальные ансамбли. Сколько судеб тогда было искалечено? Сколько кумиров рухнуло с пьедесталов? Источник – portalweekend.ru Категория – подражание уже известным решением. Поэтому в этом плане спрос на творческую молодежь очень большой. Ну да, на самом деле, Паш, ты прям четко то, что я хотел сказать, то, что мы, Маша, наверное, ответили на твой вопрос, почему выгодно инвестировать в творческую молодежь в рамках изменяющейся экономики в сторону креатива. А может, уже другие алгоритмы, уже по-другому воспринимаются мир. Мир ушел в диджитал. И мы сейчас живем в этом мире. И здесь традиционные схемы, как традиционная школа, просто не работают. Уважаемые зрители, мы посмотрели фрагмент интервью, в котором Черкаша Павел Александрович рассказывал о чудесах в ТикТоке. Предлагаю в комментариях обсудить три вопроса. Первый. Как спикер предлагает стать успешным в творчестве? Второй. Какие риски ожидают тех, кто последует его рекомендациям? Третий. Как регулярно выходить на высокие результаты в творческой деятельности? Ответить на эти вопросы вам помогут дополнительные материалы. Ссылки в описании. Уважаемые зрители, каждый четверг в 18.00 мы опубликуем для вас в социальных сетях и на YouTube-канале Рема новый видеокейс. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. Ждем ваших красивых решений в комментариях под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова